Сегодня мы поближе познакомимся с Организацией Объединенных Наций. Как было заявлено, и многие об этом знают, что в ходе Великой Перезагрузки эта организация должна стать Единым Мировым Правительством. Что такое ООН и кто мой сегодняшний гость? Мой собеседник Каллин Георгеску, бывший высокопоставленный член Организации Объединенных Наций. Он знает из личного опыта, о чем говорит. Каллин, чем ты занимался в ООН? Я проработал в этом учреждении почти 18 лет. Я начинал работать в Румынии в рамках национальной программы развития, которая дала мне шанс лучше понять всю систему. Я был директором важного проекта по координации Румынской национальной стратегии устойчивого развития и местной повестки дня на 21 век. Этот проект охватывал почти 40 округов Румынии. Шаг за шагом я начал посещать различные мероприятия в Нью-Йорке, Женеве, в разных странах. Я также состоял в Совете Европы программы ООН по борьбе с принудительным трудом. И самое главное, я был специальным докладчиком по отходам и опасным продуктам почти 2,5 года. Вместе с этим у меня была возможность проводить множество встреч и бесед, чтобы понять, как работает эта система. А что важно для полного понимания, я мог общаться с ключевыми людьми в этой области Как вы попали в ООН? Это было сознательное решение о вступлении, чтобы помочь людям жить лучше? Или вас пригласили? Хороший вопрос. Я был абсолютно уверен, что ООН – это фантастическое учреждение, способное помогать людям, улучшать их благосостояние, делать их жизнь лучше, способствовать гармонии с природой и защищать окружающую среду и прочее. Я занимался этим и раньше, у меня был подобный опыт работы, поэтому я пришел в ООН, чтобы, скажем, стать специалистом в области устойчивого развития. Только со временем я узнал, как на самом деле обстоят дела, ведь только на практике ты понимаешь, какова реальность. Реальность исходит не из кабинетов, не из газет и не из телевизора, а от земли. Я знаю, что самая важная часть этой игры состоит в том, что природа, Бог, Вселенная дают нам все, что нам необходимо, абсолютно все. Земля может покрыть все наши потребности, но невозможно покрыть нашу жадность. Эта жадность исходит не от большинства людей, она свойственна лишь небольшой кучке. Сегодня их называют глобалистами, но, по-моему, вернее сказать, что сейчас идет борьба между суверенитетом и глобализмом. И главная причина – это олигархи, мультимиллиардеры, мировая олигархическая система. Это самое главное. Организация Объединенных Наций – это мост или платформа, с помощью которой олигархи контролируют мир. Олигархи – это те, кто встречаются раз в год в Давосе? Конечно, повестка дня ООН на 2030 год – это повестка дня Давоса. Я подчеркну здесь важный момент. Оба они НПО – неправительственная организация. Когда я был на этом форуме, меня интересовал вопрос, почему в этом маленьком городке Давосе, где в зимнее время так много туристов, лыжников, практически вся полиция стянута к этому форуму, то есть государственная полиция использовалась для защиты неправительственной организации. Это первое. Второе. Когда ты оказываешься внутри и видишь все эти выступления, интервью, разговоры, я бы сказал, что все это находится под тотальным контролем. В каком-то смысле это просто театр. Все срежиссировано. Пришли артисты и сыграли шоу. Все решения принимаются на заднем плане. Например, что получилось со Швабом, когда он сказал «У вас не будет ничего, и вы будете счастливы». Он потерял конец предложения. На самом деле фраза звучит так «У вас не будет ничего, что будет у нас». Это было главным моментом. Повестка дня ООН совпадает с повесткой дня Давоса. ООН была основана в 1945 году с единственной целью. СОХРАНЯТЬ МИР На самом деле все дискуссии там были о войне. Нет, они не говорили напрямую о войне. Они виртуозные манипуляторы. Я был на множестве встреч, официальных и неофициальных. Обсуждение велось на совершенно разнообразные темы, но в конце концов, все сводилось к одному. Как мы можем увеличить потребление? И, конечно, один из самых важных моментов – это праздничный ужин, приступить к еде. Так что увеличивать только потребление – это очень опасно, ведь это такая же ситуация, как и с римским клубом НПО. Вы также были членом римского клуба? Я был президентом европейского римского клуба почти два с половиной года в Вене, Австрия. Там была та же проблема? Совершенно верно. Это эксплуатация ресурсов планеты? Да, но в каком смысле? В смысле алчности. Большинство стран мира не имеют контроля над своими природными ресурсами. Например, Гана или Гвинея, Конакри. Я был во многих местах планеты, и Гвинея, Конакри – это поистине одна из самых богатых стран мира. К тому же она очень маленькая. Если Гвинея использует все свое природное богатство для себя, это прекрасно. Но если за этим приезжают люди извне, то это уже проблема. Эта система полностью контролируется Давосом с той же повесткой дня, что и у ООН, как я уже говорил. Они контролируют как природные ресурсы, так и людей у власти. Здесь нельзя говорить о политических лидерах, потому что их не существует. Эти политические лидеры являются сотрудниками мирового олигархата, который управляет Европой, контролируя всех канцлеров, президентов, премьер-министров и т.д. Политические лидеры не представители своего народа. Они работают на другую сторону, на олигархов. Именно так. Они являются служащими олигархов. Вы хотите сказать, что ООН теперь неотличима от Всемирного экономического форума, ВЭФ, потому что контролируется теми же идеями и теми же олигархами? Полностью, на 100%. АВЭФ, в свою очередь, создает своих лидеров, которые затем избираются нами в рамках программы «Молодые глобальные лидеры». В этом вся суть. Людей, которые работают в ООН, проверяют на политкорректность. Вы должны быть на 100% политкорректны. Если это не так, вас не возьмут. В то же время они создают оппозицию. Иначе слишком опасно быть только на одной стране. Плюс они пытаются контролировать вас через зарплату. Это большие деньги? Именно так. Они предлагают сотрудникам разнообразные вещи, и это все бесплатно. Транспорт, рестораны и прочее. Все вам доступно. Это значок ООН. Он позволяет вам чувствовать себя кем-то важным, несравнимым с обычными людьми. ООНи не только делают вас богаче, но и позволяют чувствовать свое превосходство над другими людьми. Они вкладывают деньги в манипулирование сознанием людей. Как только сознание поддается обработке, люди продают свою душу, и все кончено. Так что, если они, возможно, и начинали с добрыми намерениями, то выбирают людей, которые полностью соответствуют и готовы продать свою душу. Верно. Начало было идеальным. Еще раз. Это отправная точка ООН, отправная точка римского клуба, отправная точка масонства. Давайте будем реалистами. Они сделали много хорошего. В чем причина, что Моцарт стал масоном? Потому что он хотел работать на благо общества, на благо людей. Так что же случилось? Почему они все сошли с рельсов? Они проникают к разным людям, чтобы контролировать все хорошее. На самом деле, им не нравится быть чем-то хорошим и положительным, красивым. Им нравится только черная, целая система контроля. Другими словами, Дарвин сообщил нам, что мы произошли от животных. Эти новые Дарвины сообщили нам, что мы произошли от роботов. И вот мы уже обсуждаем трансгуманизм. Как они могут навязать это человечеству? Это происходит, когда люди полностью верят, что это международная система, которая находится где-то там наверху, заботится о нас. Но это только если вы принимаете то, что они говорят. Это неправильно. Они пытаются диктовать нам все, что касается нашего здоровья. Как кто-то может так диктовать мне? Это еще одна НПО, частная организация. Всемирная организация здравоохранения – это просто еще одна НПО. Никто никого там не избирал. Нет, их только назначают. Обычно они назначают только тех людей, которые являются абсолютными рабами в их глазах. Они являются частью системы, где босс платит. Вот, Райнер, в чем заключается важный момент? Большая часть человечества понимает, что все обсуждения в Давосе ведут к цели контролировать финансовую банковскую систему. Ситуация, в которой мы сегодня оказались, со всеми этими драматическими российско-украинскими событиями, демонстрирует, что так не получается. Вопрос в том, где находятся природные ресурсы? Ведь Россия – это страна с огромными природными ресурсами. А они не хотят, чтобы это у них было. Они не хотят, чтобы другая страна сама распоряжалась своими природными ресурсами. Они хотят это контролировать. Посмотрите на Африку. Я очень хорошо знаю этот континент. Я провел там почти 8 лет в различных миссиях. Наверное, это самая красивая часть мира. Там нет свободных стран. Гвинея и Конакри, благодаря своим ресурсам, могла бы быть жемчужиной планеты. Маленькая, богатая, фантастически красивая. На самом деле, рабство никуда не исчезло. Оно обрело силу, как никогда прежде. Но рабовладельцы теперь другие. По сути, именно олигархи контролируют организацию объединенных наций. Именно поэтому не существует правильных политических компаний. Это полный контроль. Они ставят именно нужных им людей. Настоящих выборов больше нет? Нет. Выборов больше не существует. Они знают, как манипулировать духом, разумом людей, чтобы они голосовали именно за то, что им нужно. Ситуация с Трампом была удивительная. Это невероятно. Все пошло не по плану. Это место должна была занять Хилари Клинтон. И процесс, который мы сейчас имеем со всей этой пандемией и ложью, должен был начаться в 2016 году, А в 2020 году – катастрофа с продовольствием и водой. И в итоге достижение их целей к 2025 году. Но все пошло не так, и план немного изменился. Но у них ничего не получится, это ясно. Система почти не работает. Но сейчас наступают последние мгновения, и мы все должны набраться смелости и сказать «нет». Это важно, Райнер, я видел это среди своих коллег. Все сверху донизу, все послушные рабы. У них нет права сказать «нет». Сотрудник ООН знает, что в конце месяца кто-то нажмет на кнопку, и на его счет упадет несколько тысяч долларов. Для меня это был шанс совершить прорыв, прийти в себя и сказать твердо и бесповоротно «нет». Вас заставил уйти какой-то конкретный инцидент, или это был медленный процесс понимания? Это происходило шаг за шагом, но самым важным событием была моя последняя миссия на Маршаллово острова, где я увидел, наверное, одно из самых красивых мест мира. Я видел, какую катастрофу там устроили США в 1946 году со своими ядерными испытаниями. Они полностью уничтожили большую часть архипелага Маршалловых островов. Они там полностью уничтожили всю популяцию тунца. Да, но самое главное, что пострадали люди на этой райской земле. Они ведь не знали, что такое война. Они не знали, что такое врачи, потому что они в них не нуждались. Они жили до 180-200 лет, а сейчас средний возраст там 35-40 лет. Они доживали до 180-200 лет, а сейчас это у них 40-45, не больше. Разумеется, все из-за радиации. Когда я прибыл оттуда с отчетом в Женеву, они сделали все возможное, чтобы помешать мне представить этот доклад. В том числе моя пресс-конференция была отменена. Так что я ушел не потому, что кто-то мне на это указал. Это, скажем, была точка сознания, отключение от Матрицы. ООН могла бы быть превосходной организацией и играть фантастическую роль, но только если бы не контролировалась олигархами. Знаете, сколько обходится содержание одного только здания ООН в Женеве со всеми сотрудниками? 2,5 миллиарда долларов США в год. Не миллиона, миллиарда. Можно восстановить Гвинею, Конокри за один день. Мой главный тезис на сегодня – это продолжение процесса. Он начался не вчера и не остановится сегодня. Они все время находят людей и заменяют неугодных, которые продолжают выполнять нужную им работу. Особенно со всеми текущими проблемами. Можете представить, что там происходит? Сотруднику ООН даются разные привилегии, путешествия, прочее. Да, со значком ООН ты можешь путешествовать на любом транспорте по всему миру, летать бизнес-классом и прочее. Ты за это не платишь? ООН оплачивает абсолютно все. Я ничего не плачу. Получается, за это платят налогоплательщики всего мира, даже не подозревая об этом. Да, на самом деле, деньги поступают от стран-членов ООН. Они следят за тем, чтобы вы не могли наслаждаться жизнью, потому что как только вы начнете наслаждаться жизнью, вы окажетесь не в том направлении, в котором они хотят. Они не хотят, чтобы у вас были чувства. Они не хотят, чтобы у вас была любовь. Как только у вас появляется любовь, а это самая мощная вещь, которую нам дает Вселенная, вы больше не нужны им. Значит, в их глазах вы не правы и должны немедленно замолчать. Вы просто должны быть роботом, который уважает их и работает на их цели. Большинство людей работают на них. Не для себя, не для своей собственной страны. Как правило, те, кто идет в политику, ни о чем не имеют понятия. Спросите его, чем ты занимаешься? В принципе, это относится ко всем политикам, избранным за последние 30 лет. До этого, возможно, было по-другому. У них есть такая возможность, благодаря их программе «Молодые глобальные лидеры» и влиянию Всемирного экономического форума на ООН, держать их полностью под контролем. Это влияние позволило им проникнуть во все слои общества со своими марионетками. Абсолютно верно. Страха не должно быть, только мужество. Сегодня у человечества есть шанс все изменить и пробудиться. Это шанс пересмотреть свою жизнь таковой, какой ее задумал Творец для каждого из нас. В противном случае, человечество исчезнет. Сейчас они подошли к теме изменения климата и углеродного кредита, к тому, чего не существует. И все это из-за денег, это манипуляция. Этой темой они создают для себя еще больше денег из пустоты, просто обманывая людей этим изменением климата, которого не существует. Они придумали это не только для того, чтобы вменить человеку чувство вины, но и посеять страх. Страх – это основной их инструмент среди прочих. В тот момент, когда ты управляешь человеком эмоцией страха, ты главный. Они контролируют это, потому что знают, что у людей нет сил понять, кто они такие. Это была их самая важная инвестиция в мире. Обществу не нужно, чтобы вы были мудрыми, потому что если вы мудры, вы будете стремиться к свободе. Обществу не нужно, чтобы вы были свободными, потому что если вы свободны, у вас будут вопросы, вы будете бунтарем, вы будете львом, а им это не нужно. Им нужны угодники, им нужны овцы Все эти олигархи связаны с системой педофилии Мы знаем, что каждый год исчезает более 8 миллионов детей 8 миллионов – это все население Австрии